Стоит переступить порог и гости попадают в окружение трогательных мимов. Разговаривать они не могут, общаются только жестами. Выручают дамам розы, целуют ручки и приглашают на вальс. Сегодня это будет не единственный сюрприз в нашем мероприятии. Не буду раскрывать его все интересные моменты, но я надеюсь и почти уверена, что нашим гостям мероприятие обязательно понравится. В числе почетных гостей Вера Ильинична Ступникова. У нее за плечами 55 лет педагогического стажа и годы фашистской оккупации в Белоруссии. Помню единственный случай, наверное, никогда его не забуду. Нас, детей, подростков, гоняли расчищать шоссе. Дом стоял на трассе Москва-Варшава. У меня замерзли руки. Я остановилась, чтобы погреть. А немец Штробус, до сих пор помню его фамилию, подошел и мне ногайкой сзади по голове. Я упала. Вера Ильинична на праздник пришла с внучкой, которой очень гордится. Если можно, прочту ей стихотворение. Пожалуйста. Посвящено моей бабушке. Был летний вечер, у костра зашел наш разговор. Грустила бабушка моя, шумел степенно бор. И я, задумавшаяся к ней, поближе подошла. Спросила тихо, на войне, как выжила она. Праздник открывает детский вокальный ансамбль «Дети солнца». Звучит здравиться в честь милых и добрых мам. Сколько их в этом зале, мудрых, чутких, молодых и сединой на висках. У каждой своя судьба. От имени главы Одинцовского района Андрея Иванова, от имени мэра нашего города Александра Гусева поздравить вас с этим праздником, пожелать вам, вашим семьям и вашим близким прежде всего здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Начинаются самые важные минуты праздника. Чевствование многодетных мам, вручение медалей. Ведущие, представляя каждую героиню, отмечают ее главные заслуги – успехи детей. Со сцены звучат слова – отличники, победители спортивных соревнований, лауреаты конкурсов. Большинство мам считают, что иметь много детей – это нормально. Но раз и всегда были в почете большие семьи. Среди награжденных больше всех детей у Ирины Прокудиной – семеро. Четверть детей у Олеси Купцовой и Татьяны Исаевой. Ее старший сын Сергей успешно занимается в военно-патриотическом клубе «Генерал». А еще он первый помощник мамы Тани дома. Лично для меня мама всегда помогает, даже если что-то не получается, бывает злиться, но ничего не высказывает. Всегда поможет, если какие-то проблемы. Социальная политика государства ориентирована на оказание всесторонней помощи семьям с детьми. Администрация городского поселения Одинцова продолжает осуществлять выплату многодетным семьям, компенсационную выплату на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы. С января 2015 года эта выплата составляет 7200 рублей в год на каждого ребенка. В прошлом году эта выплата составляла 6000 рублей. Значит, сумма наша увеличилась. Из бюджета города Одинцова на эту выплату предусмотрено и будет израсходовано более 20 миллионов рублей. Большой праздничный концерт детских коллективов и академического хора русской песни телерадиоцентра – это тот подарок, который запомнится мамам надолго. Дарья Киреева, Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова